Знакомство с полуостровом В гостях у нас Наталья Валентиновна Дивнина, главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашененникова. Здравствуйте! Здравствуйте! Памятный камень в честь второй Камчатской экспедиции. Как же он там появился? Это очень долгая и интересная история. На южном берегу Култушного озера, недалеко от памятника святым апостолам Петру и Павлу, стоит памятный камень в честь прибытия второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в Авачинскую губу. А прибыли они 6 по старому стилю, по новому 17 октября 1740 года. На этом камне бронзовая доска с текстом, форма очень интересная, картуш называется такая доска, очень красиво. И там такой текст. Прибыли воную гавань в двух пакетботах 1740 октября многоточие, еще одно многоточие. И гавань названа нами святых апостолов Петра и Павла. Витус Беринг. Первая мысль, когда читаешь эту надпись, почему нет даты высадки, которая известна всем абсолютно. Вторая мысль, а в какую онную гавань высадились талии. В Петропавловске ковши не высадились на самом деле. Следовательно, вопрос, почему этот камень стоит на берегу Култушного озера. В рапорте Беринга дата прибытия указана четко, еще раз скажу, это 6 октября старого стиля. И звучит этот рапорт Беринга в Сенат, 22 апреля он его отправил 1741 года, несколько иначе. Но стало мне как-то грустно, подумалось, надо рассказать о том, куда, как, по какой причине высаживались участники плавания на этих легендарных пакетботах. Но, ну вдруг выяснилось, а выяснилась интереснейшая вещь, что дата установки камня неизвестна. Ну, мы должны рассказать о памятнике всесторонне. Неизвестна она, молчит всезнающий интернет, молчит официальный сайт городской администрации, в котором есть специальный раздел объекты культурного наследия, мемориальные объекты. Молчит. Вот. Слава Богу, что живет на свете замечательный краевед и специалист по истории города Ирина Васильевна Витер. Я обратилась к ней, и она, во-первых, сообщила мне, что текст рапорта был ею передан для надписи абсолютно точный, правильный текст, который звучит так, как он звучал у Беринга. Второе. Сообщила она дату установки открытия этого памятного знака, а это было 10 сентября 2000 года. И тут я открыла газетные подшивки и просто вот запищала от восторга и отправилась на великий, замечательнейший праздник в городе Петропавловске-Камчатском, потому что это было великолепное, действительно грандиозное торжество. 260 лет нашего города праздновали в 2000 году целых три дня. И как праздновали, и вот про это захотелось мне рассказать. Во-первых, 7 сентября в порт прибыл японский миноносец Ура Хамагири. Стоял он там 7 по 11 сентября. Это было очень необычно. Его могли посетить все желающие. Японские моряки ходили по городу, с ними фотографировались, с ними общались, здоровались. То есть это был такой вот апофеоз российско-японской дружбы. Далее. Был дан роскошнейший концерт Камчатской хоровой капеллы. Это был вечерний концерт. Перед часовней под открытым небом была исполнена песня, специально написанная для праздника. Город судеб, которую сочинил к этому дню Дмитрий Кравченко. Кстати, еще одна песня. И многие другие песни, кстати, тоже. Мой дом Петропавловск в Камчатске тоже была написана именно к этому празднику. Про песни чуть-чуть попозже я расскажу. Далее. Разнообразнейшие площадки, соревнования, дельтапланы, виндсерфинг. Все это 2000 год, тогда это все еще было в новинку. Концерты, молодежная программа, дискотека, прибытие, можно сказать, клона Аллы Пугачевой. Потрясло очень общественность всю, которая вышла. И на минуту поверили, что это настоящая Пугачева. Крестный ход, парад военных кораблей, еще раз повторюсь, концерты вот всех возможных жанров, какие только могли быть. От ночной молодежной дискотеки, потому что активно участвовали в этом празднике Камчатские радиостанции, радио СВ, радио 3, которые устроили такой праздник, ну что мало не покажется для молодежи. То есть, все, что хотите. А вот 10 сентября в 13.00, согласно программе, я сейчас буду цитировать программу, состоялось прибытие Витуса Беринга на берег Авачинской бухты. Какого Беринга? Ну, дальше, правда, все объясняется. Тоже клона. Да, не, ну, актер. Все более реалистично. Театрализованная встреча Витуса Беринга с градоначальником Александром Дудниковым. Это была именно его идея, когда начальника Александра Кузьмича Дудникова, устроить грандиозное празднество для жителей. Подготовка к нему шла весь год. Тоже об этом расскажу. То есть, то, что говорю сейчас, это то, во что вылились все эти годы этой подготовки. И произошла эта встреча у того самого камня, который поставили именно ради нее, потому что встречаться надо было на виду у всех, вот, именно на берегу Авачинской бухты. Пока еще не там, где стоял этот памятник, памятный знак, он, как и все наши знаки, великий путешественник. Вот эта встреча произошла. Витус Беринг высадился на Озерновскую косу, как ни пишут. Вероятно, все-таки приплыл он на коей-либо лодке, если он высадился туда. Слегка перепутав направление, отмечает ехидна один из журналистов. Вообще, статей очень много было на эту тему. И, встретившись и обменявшись приветствиями и любезностями с городом начальником, они вместе открыли памятный камень, посвященный основанию нашего города. Вот как все это произошло. А еще, а еще был грандиозный фейерверк. Было испевание на центральной площади огромной заздравной чаши с 260-летия города. На ней были написаны циферки 260. Ну, зрелище очень было такое, серьезное. А еще на набережной установили фонари, установили скамейки и урны. Вот нам сейчас это как бы, ну, скамейки, но урны, много в городе урна, скамеек. Но это отмечали особо. Настолько это было необычно для набережной, которая, ну, в этот период все-таки только лихие 90-е мы пережили. То есть достаточно грустное было зрелище на набережной. Вот. Обновили стадион «Спартак». К вечеру, а к вечеру один из журналистов тоже не променул это отметить, дали долгожданную горячую воду. Что тоже очень важно для жителей Петропавловска. Я говорю это без малейшей иронии. Благодаря газетам 2000 года я словно побывала на этом удивительном торжестве. Кстати, в праздничном шествии участвовал не только Витус Беринг. Участвовал огромный театрализованный белый медведь. Который тоже попал на все новостные полосы, когда вот это шествие шло. И в год 260-летия города было издано много прекраснейших краеведческих книг, которые являются нашими друзьями и помощниками и сейчас. То есть и город над Авачинской бухтой, и улицы города рассказывают, и Борис Полевой новое об открытии Камчатки. И некоторые другие книги, вот это, ну не скажу, что Библии краеведов, но книги, которыми мы постоянно, постоянно рекомендуем нашим читателям. У некоторых вышли уже вторые издания, электронные издания, но это книги, которые востребованы, которые очень и очень нужны. Был объявлен конкурс, вот то, что я говорила, весь год готовились на лучшую песню и стихотворение. А стихотворения были изданы, получили очень широкое распространение, а песни записаны на аудиокассету. Тогда еще был распространен такой носитель информации. Вот еще раз напомнить, вот тот самый мой дом Петропавловск-Камчатский стал с тех пор неофициальным гимном нашего дома. А дальше, дальше праздник закончился, время шло. В 2012 году, судя по фотографиям, памятный камень уже стоит на месте нынешнего памятника губернатору Завойко. Стоял он там точно до 2014 года, когда он, ну, по неволе уже уступил место губернатору. На это место встал губернатор, а наш камень, путешественник, стал медленно, с остановками двигаться в сторону того места, где он находится и сейчас. Это замечательное место, туда ходят туристы, камень этот можно осмотреть, сфотографировать, но только, увы, никогда там не высаживалась экспедиция Витуса-Берега. Увы и ах, спасибо большое, Наталья Валентиновна. К сожалению, наша программа подошла к концу. В гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова, Наталья Валентиновна Дивнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До новых встреч в эфире. Знакомство с полуостровом.